Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Общаюсь с парнем несколько недель. Он приглашает к себе домой приготовить ужин, вместо перекусить. Но это как-то входит в привычку должного. Я должна приехать на транспорте к нему, затем на такси обратно и продукты закупить за свой счет. Не уточняется, создает ли мне это дискомфорт или достаточно ли средств. Подскажите тактику поведения мужчины. Спасибо. Давайте мы для начала с вами определимся, что вы имеете в виду под тактикой поведения мужчины. Что это такое? То есть вам нужно объяснение того, почему человек ведет себя именно так, а не иначе? То есть вам нужно просто объяснить, почему мужчина ведет себя так? Ну, психологи не занимаются трактованием и объяснением того, что делают третьи лица. Это является нарушением профессиональной этики. Случайно очевидно, что изначально это получилось, ну, случайно. То есть он предложил, вы согласились, и он решил, что, видимо, вам это ничего не стоит. И почему бы не сделать это еще? А вы тоже вначале вам было хорошо. То есть вначале это вам не было в напряг как-то, а потом вам это тоже перестало как-то нравиться. И вы почувствовали, что, вот, хотели бы что-то изменить. Вот с того момента, где вы пишетесь, что это входит в привычку должного, вот когда у вас впервые появилась эта мысль, что это входит в привычку. Вот с этого момента это означает, что пошло отторжение, пошло непринятие того, что происходит. И вы оказываетесь в такой ловушке. А где? Вроде как уже что-то устоялось. Вроде как уже все нормально, да? То есть, ну, человек, условно говоря, ждет от вас этого, да? Вы сами понимаете, что, ну, а чего, ну, сделала уже пару раз, почему бы и нет, да? Почему бы еще, еще, еще не сделать так же. Вот. Ну, вот, уже, уже вам неприятно, да? Уже вам не хочется, не хочется так делать. И вот мне думается, что есть нечто сейчас, что сдерживает вас от того, чтобы сказать мужчине, что вам не нравится. То есть, есть вот что-то, что вас сдерживает. И вы пытаетесь объяснить его поведение. То есть, чего он хочет, там, почему он так делает. Может быть, даже, может быть, у вас есть надежда, что за этим что-то, ну, последует. То есть, ну, вот он меня приглашает, да? Может быть, серьезные, ну, какие-то серьезные планы у него на вас и так далее. То есть, можно вот раскрыть вашу субъективную сторону в этом вопросе. То есть, постараться увидеть, вот, какой у вас мотив, грубо говоря, это терпеть. Почему вы это терпите? Зачем? На что вы надеетесь? Чего вы хотите? И что вас сдерживает? Вот вы говорите, что это входит в привычку должного. Как вы это поняли и какое ваше отношение к этому? Вы на это реагируете какими чувствами? Вот, попробуйте эти все вещи для начала увидеть, а после посмотреть, как, ну, как бы вы могли выразить это мужчине. И если в такую ситуацию вы попадаете не впервые, то, наверное, имело бы смысл посмотреть, как у вас с самооценкой, личными границами. Вот, и как выстраиваете коммуникацию с людьми, что у вас остаются, остаются такие довольно, ну, серьезные моменты, получается, без обсуждений. Да? Вот. То есть вы не чувствуете себя свободно с человеком. Вот. Ну и понятно, что дело может осложняться тем, что следует вместе с едой. То есть вы встречаетесь, вы спите вместе или просто перекусываете, и он ваш друг. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok